Всем привет! Сегодня у нас тема опять не про камни, а про еду. Дело в том, что я всю жизнь читал про Африку всякое, да? Ну, типа много книжек всяких, и там никогда не описывали еду. Что они едят вообще, в принципе? Едят ли они что-нибудь? Я пока так местные виды вам покажу. Вот, поэтому я пришел в местную кафешку и хочу снять, что они готовят. Я попросил приготовить именно те блюда, которые они едят сами дома. То есть не кальмаров и лобстеров, которых они туристам подают, да? А именно вот повседневная еда, как у нас дома. Там типа как у нас жареная картоха, яичница, сосиски, борщ, пельмени. Хотя пельмени, наверное, мы тоже не каждый день едим. Вот, у нас пляж Паджа, остров Унгудя. Место называется Вероника, потому что владелица, ее так зовут, владелицу Вероника. Так, сейчас посмотрим, что готовят. Кстати, вот дрова. Почему дрова? Потому что здесь нет газопровода, как, например, в Черногории в той же, да? Это ни в коем случае не говорит о том, что страна нищая, все голодают. Его просто нет. Поэтому готовят в основном или у них баллоны газовые, или на древесном угле. Так, тут у нас кафешка. Hello! Всего два столика. Два они вечером или три выставляют на улицу. А вот кухня. Hello, Вероника! Hello, Саша! Работает... Hello, everyone! Иван работает раз, два, три, четыре, пять. И еще двое уехали. Шесть, семь человек. Я спросил, нафига столько человек? Ну, это как у нас в Таиланде. Реально работают двое, остальные запасные. Вот, готовят на газу. Газовые баллоны. Я смотрю, пол, вот это вот, это не грязь. Это краска стерлась, просто бетон. В кухне очень чистая. Реально чистая, все нормально. Никакой ужасной антисанитарии, червей, опарышей, ничего нет. То есть, вот здесь бы я ел. Мухи летают, сейчас у нас везде. Я когда видео снимаю, у меня даже возле квартиры летают мухи, потому что сейчас немного пасмурно, они резко взбодрились. Так, у нас есть... Есть... Sorry, what is this? This is, we call it, ladies' finger. Ladies' finger, дамский пальчик. Окра. Вообще не знаю, что это такое, если вы знаете, пишите. Powder? With powder? Мейз-флауэр powder. Ага. For making ugali. Так, чеснок, фасоль или соя? Soybean? Soya, да. Мейз-флауэр-паудр. Не знаю, что это такое. From what? А, this is a soya, it's a beans. А, yeah. Понятно. This is a maize flour. From... Flour from maize. Что такое maize, выясним, напишем в комментарии, в этом титры. And this is a green banana, a cooking banana. Ага, это вы понимаете. We have a cassava. Cassava – это разновидность сладкого картофеля. Я сейчас покажу, как она целенькая выглядит. Лук, болгарский перец. Знаем, все, овощи тоже знаем. Окей. Так, и... Что, мы сейчас раздевываем и моем бананы и cassava. Так, это у нас варится рыба. И поставили мы вариться бананы. Я, кстати, вам пока... Хочу, пока мы варим все. Тут кухня очень медленная, как и вообще все в Африке очень медленная. Расскажу вам пока про имена. Я уже упоминал, что у них, так как очень много христиан, и вообще, в принципе, они приверженцы семитских религий, то есть это христианство и мусульманство, да, ислам. Эти все религии обе изобрели семиты, то есть арабы, семитские народы. Это арабы и евреи. И, извиняюсь, нас перебили. Итак, имена у них, поэтому, по сути, семитские, как и наши имена. Я рассказывал, что их здесь зовут Александр, Петр, Иван, Саша, Надя, Наташа, Ася, Лена. И мне в комментариях знатоки в кавычках написали, да, это они, когда туристы русские, они все становятся Вовой и Лешей, да, когда там туристы итальянские, они все становятся вдруг с итальянскими именами. И нифига подобного. Я проверял документы, и вообще, в принципе, я знаю, что это их культура. У них имена тоже библейские, то есть еврейские, семитские, как и у нас. В чем интересно, что у них... Вот, вот и здесь? Биф. Ага, это у нас говядина. И лайм. В чем интересно, что у них, например, Саша и Александра, это разные имена. А у нас это, да, одно и то же имя. У них разное. Вот здесь тетю в платье зовут Саша, а есть отдельно Александра, это другая тетя. Так, и смотрите, что я видел европейца. Сак Янт, он набивал в Таиланде. У меня примерно такой есть, это тароход. Я даже знаю его значение. Спасибо большое. Спасибо. 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 Саша, что ты делаешь сейчас? Сегодня я приготовлю африканское мясо. Мы готовим кукумбе. Мы готовим кукумбе. И мы используем овощи. Гриного пепера, томаты. И это вещество, кукумбе. Также мы готовим кукумбе. Так, значит, мы крошим овощи. Все, совершенно надо такому полностью. Думаю, даже комментировать ничего не надо. Чеснок, овощи, курица, лимон. Что ты именем? Мистер Шейф? Мистер Али. Али. А, он у нас Али. Понятно почему. Это как раз то, что ты рассказывал. И это у нас Саша. Здравствуйте. Так, я разобрался, что это такое. Вот это называется Абельмож съедобный. Они это зовут окра. Вот, Абельмож съедобный. Не знаю, что это такое, не пробовал никогда. Вот. А вот это вот, они назвали Мейс Паудер. На самом деле, это Корн Паудер. Кукурузная муха обычная. Почему Мейс? Ну, видимо, какой-то местный сленг. Хрен его знает. Или я... Ну, у меня познание в английском, я говорю всегда, да? Что так себе, не очень. We have a banana. We have a beef. Бананы и говядина. Beef. We have a fish. Рыба. Yes. It's called tuna. Yes. Tuna fish. Yes. And when you come here, we have a cassava. Cassava. Yeah. It's called cassava. It's called cassava. It's called cassava. It's called cassava. We have a chicken. We have a chicken. Our local chicken. No matter we don't remove a skin, we leave like this. This is boiled local chicken. Она говорит, что мы обычно не снимаем шкуру, едим с кожей. We have a potato. С кожей. Ну, картофель, понятно. Then we have a onion. We have a paprika. Это тоже все понимаете. Tomato. And another kind of tomato. Yes. Баклажаны. Then we have a garlic. This is garlic. As you see. We have an okra. We have an okra. Abelmosh. And also tomato. I forgot how it's called in Russian. Yeah, some parsley. I don't remember. I've never loved it. My mom always allowed them to eat them. It's called salt. Salt. Понятно тоже. Вот они целые. Coconut milk. Coconut milk. Yes. Coconut milk. And this, as you see, cooking banana and maize flour for making ugali. We call it ugali in Swahili. Also, also we can call it corn powder. Yes, corn powder. And beans. Yes. Okay. We can use sunflower. But typical in the village we use maoese. Maoese. No, обычно в деревнях используют maoese. What is it? What is it? Maoese. 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 Maoese oil. Maoese oil. It's a local oil. It's a local oil. It's a local oil. We don't know in English. What is it? Made from what? Made from... You see that tree? Similar. But not like a coconut. How do we call it? Okay. Yes. It's a native coconut palm. But it's made from it. I don't know how it's called. I understand. Like... Look like big... Big and black, right? Yes. 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 What are we going to do now? So now... When I start to cook... It's Chef. 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 Mr Ali. Come please. Okay. All right. So now we have a reclamation pause. What are we going to start? Or not? Beef. 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 Yes. Okay. Beef. 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 Мы называем это болгарские пепперы. Помидорки. На самом деле я такое не пробовал никогда, потому что бананы были прям спелые. Что это? Это томатный соус. А, томатный соус. Микс томато и вода? Только томато. Томатная паста просто. На самом деле я такое не пробовал никогда. Мне кажется, бананы были спелые, они дадут очень много сладости. Понятно, что аромат будет приятный, но мне кажется, будет супер сладкое. Но в сладкой кухне у нас много где есть. И витрамцы любят сладкое, и тайцы, и много кто еще. Так, нужно добавить воду в здесь. Ага, сейчас водички зальем. И сколько минут? А, 10-15 минут варим. Но это пока еще закипит, надо ждать. Окей, перерывчик. Меня еще удивило то, что мы посолили тоже. Она посолила не трогая соль руками. Это очень странно. Ну, в смысле, что какие-то прям сверх меры. Может быть, потому что я снимаю, а может быть, она так всегда делает. Ну, я, например, не вижу ничего такого. Я знаю, что туристы часто говорят, господи, антисанитария, он тронул руками. Я никогда не видел, чтобы люди умерли от того, что еду кто-то другой трогал руками. Мне кажется, что проблемы обычно от другого совсем бывают. Если, например, продукты пропавшие, тогда окей. Так, перемешиваем, ждем, когда закипит. Ждем 15 минут. How you call it? How you call it? Dizzy, banana. No, no, I mean... Dizzy. Dizzy. Ага, название этого блюда... Dizzy. Dizzy nyama. Dizzy nyama. Nyama – это говядина. Beef. Yes. Говядина – это nyama. Dizzy nyama. Значит, есть Dizzy tuna. And Dizzy kukuka. Dizzy kukuka. Yes, right? Kukuka – это курица. Я думаю, что раз есть Dizzy nyama, значит есть Dizzy kukuka. И с рыбой такое, что пудово есть. Так, все, ждем. Пока у нас готовится... Забыл как. How you call it? I forget. Dizzy. Dizzy nyama. Dizzy nyama. Мы спускаем второе. Muhogo samaki. Muhogo samaki. Ok. Nanazi. Nanazi. Так, это у нас сладкий картофель. Все сладкое у нас получается. So now, we mix like this. Yes. With a soup of samaki. Samaki is fish. Samaki – это рыба. Fresh one. Рыба очень свежая. Но это правда. Ее пример привезти с рынка. Тут, кстати, тоже рыбаки ночью рыбалят, потому что ночью не жарко. И утром можно купить на рынке свежую рыбу. У них совет, что закидывать дальше. Окей. What the next? Next we are waiting. Ага. Окей. Ждем 2-3 минуты и продолжаем. So now I'm going to put some salt. Вот, смотрите, она солит, не трогает. Ну, вообще, движение очень у нее натренированное. Я думаю, что она действительно так солит постоянно. То есть, она на самом деле соль не трогает руками. Это странно, подозрительно. Я бы все трогал руками. And coconut milk. Угу. Кокосовое молоко заливаем. And we'll wait for how many minutes? Maximum 15. Ага. И ждем 15 минут. У нас уже все сварено. И рыба сварена, и сладкий картофель сварен. Ага. Угу. 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 Здесь 15 минут ждем, когда соус у нас подготовится. Все остальное уже готово. Угу. Они смеются, сказали, что у этой вот в коричневой футболке большой рот. Что? Ей Вероника задает вопрос, она ей задает в ответ пять вопросов. Она говорит, допустим, где морковка, да? Ее спрашивают еще пять чего-то. Вот. И ее, кстати, зовут Лидия. Hello, Lidia. И это не для русских туристов придуманное имя. Это ее... Is this your real name, Lidia and Veronica? Yeah, real name. Да, смотрите, это их настоящие имена. О, господи. She's my sister. My cousin sister. In Africa everyone cousin and sisters. Yes. Difficult to believe. Difficult to believe. Yeah. So this is the coconut as we used to have this coconut sauce. Yeah. We use a local machine to make a... Make something like milk. Yes. Она говорит, что у них молоко они покупают не в магазине, не покупают в магазине, а делают самостоятельно сами. Вот. Прямо из кокосов. So now I have to test my family. Смотрите, как она пробует. Она просто берет кипящий суп. Ммм, amazing. Да, руку капает и пробует. Я такого не видел ни разу способом. Мы по-другому делаем. Моет руки. And you are not hot? No, because the african skin is very strong. И что у африканцев очень сильная кожа. Так, у нас почти готово. Сейчас эти поставим остывать. Мы приготовили дофига. Я думаю, что мы накормим тут всех, если они есть. Хотят, конечно. Говорит, что получилось очень вкусно. Вот. И сейчас поменяем на другие блюда. Эти пусть остывают. Я не хочу так делать. Спасибо. Так, мы сменили повара. Теперь у нас готовит Лидия. А Саша переводит, что Лидия не говорит по-английски. Угу. 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 Сейчас мы будем готовить Угари. Нам нужно вскипятить воду. Угари – это название блюда. А первый ингредиент у нас будет кукурузная мука. Кукуруза. Кукуруза. Угу. 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 это почти что ежедневная еда ну как у нас картошка толчонка по сути тоже москва ну типа почти как хлеб у нас в россии саут виница окей мне кажется тут большая опасность что может пригореть поэтому надо особо семей сноровку и рука набита должна быть у меня бы она уже пригорела а лидия у нас очень проворная лидия лидия шеф да да Угарит готова И что дальше? Угарит готова Получается картоха толчок из кукурузной муки Сейчас будем курицу с овощами делать Куку? Как вы называете это мясо? Куку Только куку? Куку с чикеном Да Хорошо, сейчас готовим курицу с овощами Окей? Теперь мы начинаем курицу Кукурузной муки Сначала мы добавим курицу И потом мы добавим курицу И потом мы добавим курицу И потушиваем В принципе кухня вся получается не быстрая То есть я пока не видел такого блюда Которое как у тайцев там Кобана За 2-3 минуты они Подпустили овощи Быстренько обжарили накрошенную свининку Фарш Яичко туда и выдали Такого нет вообще Все нужно долго варить Собственно это одна из причин Почему мы так долго в кафешке тут ждем Все полностью Мы ждем пока приготовиться Куличок А уже Можно Зеленый перец бросать Ага Кабачок Пошел Саша Я извиняюсь за мою грамматику Какой конфликт между мусульманами и христианами В Танзании Были или нет Какой конфликт между мусульманами и христианами? Да Некоторые лет назад Я спросил Бывают ли конфликты между мусульманами и христианами Потому что у нас вот Алиев мусульманин Саша типа христианка Это цукини Ага цукини бросаем Это звучит как кукол Ага Ну тоже все просто Я спросил бывают ли конфликты Да были И как этот конфликт Конфликт Что закончилось? Что случилось? Кто-то умеет или нет? Все люди умеют Но тогда... Где это было? Не помню Я не помню Я так молодой Спросил Что случилось? Сколько людей погибло Время этого конфликта? Ну такие конфликты на Шиванке регулярно вспыхивают Я вот почему Мне Шиванка нравится Но жить в этом не хотел Потому что... Тут тоже все понятно Потому что Когда есть религиозная раздробленность в стране Всегда есть напряженка Ну вот собственно казалось что здесь оно тоже есть Она говорит что ничего не помнит Сколько людей погибло Чем закончился И когда был Я потом погуглю И теперь мы добавляем чеснок И имбирь И имбирь И галли А у нас тут... А у нас тут... Бросаем чеснок и имбирь По вкусу Я люблю много гинзеров Ты можешь добавить все Верно? Да Я сказал что я люблю когда много имбиря и чеснока Можно накинуть все Для этого мы ждем несколько минут У нас будет готова Потом мы добавим чеснок Угу Ждем несколько минут Когда оно припустится Притушится Бросаем туда курицу Окей У нас будет готово Угу 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 Я думаю что можно добавить все Да Вот Так Все Закинули Это у нас получается уже Четвертое блюдо, да? У нас пошло Первое, второе Ну да Четвертое, мне кажется Как вы называете это блюдо? Что? Этот? Да Мы называем чеснок суп? нет airport Вusuагили Кукак... Кукакеньяки Кукакюняки Кукакеньяки Кукакеньяки Кукакен예ки ,... Кукакен trap how bizarre english is куркума give me a little bit please ok сейчас попробую что-то куркума райт на эту куркума у них есть большой налет и карри пойдем у них есть очень большой налет индийской кухни в их кухне национальной например тут продаются самоса чапати чикен карри почему потому что говорит что мы это кладем потому что мы хотим чтобы у нас был вкусный суп и чтобы он был вкусным я не об этом хотел сказать что для нас то сложно понять для меня например сложно реально понять что от филиппин и бали до всей восточной африки включаем адагаскар и все другие острова ну соль понятно весь этот район громадный то есть спасибо по сути половины мира это все было культурный диск и кого не я вот здесь торговлю все вели индусы я уверен что многими правителями раньше были индусы первые государства создали скорее всего тоже многие многие из первых государств создали индусы его собственно здесь очень большое влияние диски кухни в том числе и вот в том числе и вот тут тоже понятно автоматный соус зисо так все все закинули минут пять ждем вот не совсем суп это такое получается тушеная курица с овощами мой дедушка это назвал шулюм только мы туда еще картофу добавляли и у нас не было кари и куркумы саша и хэф туквэшенс фо юферс твой умен и африка зей верилай хэф счет хэр оскин хэр эмммм мы любим тушь хэр сухи хэр, потому что наш хэр сух хэр ся афри примет хэт сфер африка злок вибра, хэр сик артифи злок вибра, хэр. и хэр саги всё это не так Так, я спросил, почему женщины в Африке так любят короткие волосы или прям вообще лысые, прям совсем, бреются просто на лысо. Она сказала, что волос очень много, они очень сильные и очень сложно за ними ухаживать, нужно минимум час в день и нужно очень большой расход шампуня, кондиционеров, всяких масел, хренясел и всего остального. Поэтому многие выбирают просто на лысо, чик-чик и все. Ну и говорит, что не у всех бюджет позволяет такие расходы, потому что, естественно, девушки все хотят что-то хорошее покупать, ну всякие брендовые шампуни и все остальное. Это то, в чем настоящие мужчины ничего не понимают совершенно, как я, например. И вторая вопрос, в России у нас есть легенды о том, что все африканские мужчины имеют очень огромный, огромный бюджет. И второй вопрос, меня подписчики заставили его задать. Правда ли, что, ну то, что у нас легенда в России, что правда ли, что у всех негров громадные и огромные, она говорит, что нет, везде по-разному, у кого-то большие, у кого-то маленькие, у всех совершенно разные. И как и везде, собственно, я так и думал. Это кое-кто порнухи пересмотрел и задает такие вопросы. Тут у них свои ютубы или инстаграмы. Последняя еда Макале. Макале. Окей. Они тут смешали кукурузную муку и толченую вареную фасоль. Я думаю, тут все узнаваемое, да? Лук, кокосовое молоко, перец, морковка и подсолнечное масло. И, естественно, соль. Окей. Что-то у нас горит чуть-чуть. Тогда я добавлю соль. Угу. Угу. Не заcaseить в твою семи. Угу. Угу. Она не ск 고양ится reads-у. Угу. Угу. Я спросил, как насчет ее детства, насколько часто они ели мясо, курицу, рыбу. Она говорит, что рыбу не часто, в основном это была говядина и всякая зелень. Потому что тот город, откуда она приехала, это Аруша, где все танзаниты и все остальное, где я часто бываю. Там нет моря, соответственно, поэтому с рыбой напряженка. Но говорит, что говядину и курицу ели часто. Несколько минут сушим, тоже все понятно. Так, кладем, what is this? This is curry powder. Curry. Yes. Let me test a little bit. It will help to make our makande to be delicious and smelling good. And do you know about curry came from India? Yes. But here people, they have like Arabic lifestyle, so that's why they use curry. Yes, but arabian take it from India also. Yes. Now I use my makande. Ага. Это я тут умничаю рассказываю, что Curry пришло к ним из Индии. Она говорит, что вообще привезли арабы. Но то, что они взяли это у индусов, она знает. Что это будет интересно, типа как каша, наверное. Это будет как поридж? Нет. Нет? Нет, это будет как поридж. И теперь я добавлю коконат. Посмотрим, что получится. Опять много сладкого будет. Так, мешаем и ждем. Посмотрим, что получится. У Саши не хватило сил просто того, что, значит, штуку. Ну, понятно, что фасоль и кукуруза и мука склеились. Она позвала помощь. Саша, ты не очень опытная о кукурсе, да? Она есть, но... Я, я опытная. Я говорю, что-то у тебя опыта не хватает. Наверное, не так хорошо готовишь, как Вероника. Она говорит, нет, нет, я опытная. А, ее надо распарить. Понятно. Саша, значит, не шарит. Вероника в авторитете. Ладно. Ладно, перерывчик. Пока. Прошло несколько минут. Там они, это, сервируют стол, можно так сказать. Я поэтому сам сниму. В общем, растопилась эта кесси-меси. И получилось у нас вполне приличный себе... Ну, я даже не знаю, что это, суп, не суп. Что-то среднее между густым супом и жидкой кашей. Это суп или нет? Как ты называешь это? Суп? Маканди. Маканди. Да. Это будет очень скоро. Очень скоро. Много минута? Какие минуты? 5 минут. Все, это у нас последнее блюдо. Осталось 5 минут. И все будет готово. Сейчас, мне кажется, мы наготовили на толпу народу. Как мы все-таки присъедим, непонятно. Пока они сервируют, расскажу, что они спрашивают про Россию. То, что мы спрашиваем про Африку, вы уже писали, да? Правда ли, что там все бедные? Правда ли, что все голодают? Правда ли, что у всех огромные члены? Что они едят? Вот сейчас, мне смотреть, что они едят. Вот. Правда ли, что куча опасных болезней здесь? Все мрут, как мухи от мух, да? Вот. Они спрашивают, почему русские не говорят по-английски? Я даже точно не знаю, что им ответить. Я спрашиваю, почему вы говорите? Они говорят, ну, мы же в школе его учили. А как бы мы вроде тоже в школе его учили. Они спрашивают, почему русские, типа, angry, злые или сердитые. Имеется в виду, что, знаете, есть европейцы, американцы, когда по улице идут, они постоянно улыбаются. И всем говорят комплименты, типа, там, о, у тебя прикольные очки, или у тебя прикольная футболка, или мне часто говорят, I like your style, типа, мне нравится твой стиль. Русские так друг другу не говорят. Более того, если у нас мужик мужику такое скажет на улице, могут принять за какой-то странный неформальный подкат. Вот. Ну, я говорю, что у нас мы более скупые на комплименты. Но это не значит, что мы злые. Но у нас характер ближе к нордическому, да. То есть у нас мужчина мужчине на улице комплименты не отвешивает. Типа, о, у тебя такая классная куртка, или мне нравится твоя походка, мне нравится твоя прическа. Здесь это норма. И, насколько я понял, в Европе, ну, в смысле, в Европе-то я много раз был, да, и в США тоже это более норма, чем ненорма, да. У нас это ненормально. Если к тебе на улице подойдет мужик и скажет, мне так нравится твоя борода, чувак, или там у тебя такая классная серьга, например. Вот. Опять же, вы много спрашиваете, какое у тебя мнение о Занзибаре, вообще о Танзании, о людях. Ну, знаете, мне пока... Сейчас, машина проедет. Мне пока попадается почему-то намного больше добрых и веселых, отзывчивых каких-то, чем каких-то злых негодяев, там, да, подлых. Мне почти не попадалось таких, а вот добрых и веселых попадается полно. Очень много. Например, вот мы сейчас приготовили, понятно, что продукты я купил, я говорю, что, может быть, надо заплатить за работу, там, ребятам, ребятам все сказали, нет, ничего не надо, все хорошо. Вот. Опять же, предвижу, что многие из вас напишут, да, ты их покормил, они же там все голодают, они все голодные. Нет, они не голодают, не голодные. Повторяюсь, с едой в Африке все в порядке, по крайней мере, в тех местах, где я был. Есть районы, где плохо с водой, но с едой все норм. Так, сейчас в Африке все медленно, поэтому ждем, пока они все разложат, и покажу вам уже все в красивом виде. Так, тут небольшая заминка. Они спрашивают, как будем кушать, как у вас принято, каждый из своей тарелки, или как у нас принято. Конечно, как у вас. По-африкански, по-африкански, как и в Таиланде. Несколько тарелок с отдельными блюдами, и каждый себе с этой тарелки набирает. Я не знаю, как это называется. В общем, вот так. Сейчас они сориентируются, как это все сервировать по-новому, и начнем. Вероника командует. Ну, в общем, кто в Таиланде был, вам это знакомо должно быть. Накладывается в одно большое блюдо, и все с него вместе едят. Вот, опять же, ничего военного. У нас не так, но разницы нет. Это вот первое блюдо. Говядина с бананами. Сейчас попробую, мне интересно. Я, кстати, как назло, не голодный. Пока готовили, напробовался. Это у нас... Касава. Касава с курицей. А, нет, с тунцом мы делали, да? Сахарный... Ой, сладкий картофель с тунцом и с кокосовым молоком. Вот, это у нас курица с овощами. Ну, она выглядит прям вообще международно. Вилку, вилку, э? А, такого я не ожидал. В Таиланде мы так не делаем. Вот, здесь они прям кладут все вместе. А, все, я понял. Они по две, по три будут складывать на одну тарелку. Мне как-то смешивать рыбу и курицу с бананами, с говядиной. Не особо прикольно. Вы видите, это угарли. Да. Не море. Вы можете ехать с бургаром. Вот так вот. Вы положите, вот так вот. Так, это уже курица? Нет, это нормально для России или для Европы, да. Но мы никогда не смешиваем фиш и чеки, бис и чеки. Мы всегда добавляем их. Ремикс. В Африке даже курицы вы можете добавить в интернете. Что-то, что вы можете добавить в интернете. Потому что банана всегда идет с бис и чеки, или пища. Вы можете добавить пищ и чеки, например? Да, вы можете добавить все. Они смешивают все совсем прям в тарелке. Вы помните, что у нас есть бис и чеки. Да. Я говорю, что, в принципе, все для меня никакой вид еды не вызывает удивления большого, да? Ну, то, что они вместе кладут, для нас это непривычный, конечно. Что-то, конечно. Доги или коты, или что-то плохое? Да, я знаю. Дера есть много. В реальности? Да. Где можно увидеть? На джунглях. Некоторые страны в джунглях едят? Ага, ты говоришь о том, что едят? Да. Дера есть одна страна в Танзании, которые едят едят. Это мясо. И что такое инсекти? Инсекти в Конго. Конго, не в Танзании? Да, в Танзании. Да. Я спросил, что по поводу экзотики? Фрокс? 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 Нет. Короче, что-то они не летучих мышей, не лягушек, не червей, не обезьян не едят. Вот, сказала, что есть одно племя в Саванне, которые едят крыс. Но опять же, в Саванне крысы, насколько я понимаю, чистые. Там вряд ли есть помойки какие-то в огромных количествах. Это маканди. Да, маканди. Это маканди. Это маканди. У нас есть кокосовое молоко, фасоль, кукурузная мука и овощи тушеные. Окей. Маканди мы дадим для всех, или нет? Да, все. И как ты это ешь? Покажи мне. Здесь все едят руками, как на Саванне или в некоторых районах Индии. Я спросил, а суп как? Она говорит, что вот такие делали они раньше и сейчас в деревнях тоже так же точно едят. Из листиков. Из банана лиф или нет? Из банана лиф или нет? Из банана лиф или нет. Любой лист, неважно какой лист. Прикольно. А вот как делаем? Этого парня зовут Казбет. Да. А вы муслим или не? Христиан. Христиан. Почему его название очень странно? Казбет. Что это значит? Он христианин, но его зовут Казбет. Что это означает? Окей. Итак, мы можем съесть. Да. Маканди. 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 Ну, в принципе, все. Сейчас посмотрим, как они руками едят. Бон аппетит. Для всех. Добрый аппетит. И как ты говоришь в свахилии? Чапуля чема. Чапуля чема. Чапуля чема. Чапуля чема. Чапуля чема. Я еще не готова. Я еще не готова. Дальше. Дальше. Ну, вот видите, ничего дикого, ужасного, отвратительного, гладухи тут как-то нету. Еда, в принципе, как еда выглядит. Ну, есть мухи, но они у нас летом на даче есть, например. Я, по крайней мере, ничего для себя ужасного пока не увидел. Совершенно. Вообще. Сейчас попробую, расскажу потом. О, я с чили. Мне накладывают в отдельную тарелочку, потому что я туда не дотянусь. Для меня вообще не проблема есть со всеми вместе руками. Я вообще руками есть, обожаю. Но далековато тянуться. Я говорю, сейчас все поедят и нужно по африканским традициям начинать танцевать. Они говорят, да-да, обязательно станцуем. Ну, что-то непонятно пока, врут или нет. В общем, всем приятного аппетита. Расскажу сейчас вам, попробую. Я что-то уже из этого пробовал, конечно. Что-то еще нет. Так, ну, в принципе, вот эта вот касава, да, похожа на, ну, реально на кукурузный хлеб. На кукурузную кашу. Да, только без соли. А дальше все нормально. Курица на курицу похожа. Ну, единственное, что рыба с бананами, конечно, странновато. Немножко выглядит. Вот, но вполне норм. Все. Все вкусное. Невкусной еды мы не приготовили ни одной. Что? Что ты говорила? Я говорила, что мы закрыли ресторан на несколько минут, потому что мы едим сами. В общем, в принципе, все нормально. Я не знал, что у них есть человеческая кухня, еда. Я вообще не знал, чего они едят. В принципе, оказывается, что вполне хорошо они питаются. Спасибо большое за всем. Все. Стихно. Привет, Мэш 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 Мэлло. Привет. Так, все. Я наелся. Пока ели, поговорили с Вероникой. Она выглядит, кстати, достаточно образованным человеком и очень умная. я спросил про ненависть к европейцам потому что они колонизировали она сказала это не совсем правильно изначально склонизировали индусы и работорговлю очень сильно и серьезно продвигали и использовали арабы и что больше всего танзания пострадала от арабов потому что они построили работорговлю до которой которой она сказала участвовали местные жители очень активно то есть она молодец видите она все правильно понимает и на сказала что танзанию колонизировали потом уже немцы англичане и пытались французы больше всего вреда в процессе колонизации здесь нанесли немцы но я спросил кого вы ненавидите больше всех или вообще как вы относитесь к тем кто вас колонизировал она сказала что естественно что заняться и совсем не такой народ как все остальные мире что они отличаются они добрее чем все остальные чем например даже все соседи вот например кенийцы они плохие или конголесцы кинг-кангийцы да агит ну вот хорошие мы гид ненавидим только какого-то конкретного человека если он нам сделал что-то плохое и свое правительство потому что он тупое и жадное вот вероника молодец умная тетя правильно сказала говорит что мы не можем ненавидеть всех арабов потому что они когда-то нас продавали в рабство потому что мы сами тоже занимались очень активно работорговлей и мы не можем хранить это в нашем сердце в наших сердцах битер молодец грамотная девушка пять баллов решаем кто будет мыть посуду вот этот товарищ сукатми ведь он укуренный наркоман он будет быть посуду сейчас марихуанчик он поднялся наверх пока мы готовили и вот там укурился и так я несколько часов прошло я съел все что смог довольно много употребил местные пищи я живой все в порядке чувствую себя хорошо поэтому ставим зачет можно есть африканскую еду и совершенно не знаю меня не беспокоит там если вам кому-то кому-то из вас показалось что там адская антисанитария такой не заметил для меня например очень важно что там не было такого знаете запаха столовки дешевой пахло довольно приятно то есть в кафе и на кухне пахло едой причем пахло вкусно ну и норм все можно есть то есть оказывается африканская еда существует она похожа на еду да она не необычная немножко не похожа в чем-то на нашу да ну это действительно такая нажористая вкусная еда которая прям можно накушаться хорошенько и я очень доволен тем что мы посмотрели именно настоящую еду не лоптер и кальмары всякие да прям вот то что они едят ну каждый день или почти каждый день вот так что смело ходите в местные кафешки никаких проблем совершенно у меня например с пищеварением не возникло совсем буду заказывать себе на там еду если захотят мне привозить там в этом вероника поиск или как он там вероника вот всем приятного аппетита пока